С датой определились. Новый созыв собрания депутатов Нинецкого округа соберется на первую сессию 27 сентября. Среди вопросов организационного характера народные избранники рассмотрят и ряд социальных законопроектов. Деньги взамен аварийного жилья. Законопроект о выкупе у населения жилья, непригодного для проживания, принят администрации Нинецкого округа. Мир должен быть доступным. В Нинмаре открылся форум, посвященный вопросам доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Окружные добровольцы презентовали свои проекты на региональном этапе Всероссийского конкурса. Победители смогут получить гранты на дальнейшее развитие своих проектов. Время новостей на телеканале «Север». С вами в студии Илья Сахаров. Здравствуйте. Первая сессия нового созыва регионального парламента назначена на 27 сентября. Заседание начнется в 9.30 утра. Согласно регламенту, избранное в правомощном составе собрание депутатов созывается на свою первую сессию председателем собрания депутатов предыдущего созыва. Не позднее 30 дней со дня голосования на выборах. На первой сессии председатель избирательной комиссии Нинецкого округа огласит итоги выборов, прошедших 9 сентября. Присутствующие на сессии депутаты принесут торжественную присягу. Также депутаты выберут председателя ЗАГС собрания, его заместителей и сформируют иные органы регионального парламента, комитеты и комиссии. Как сообщили в аппарате собрания депутатов, первая сессия будет носить не только организационный характер. В повестку дня предстоящей сессии также включены вопросы о досрочном прекращении полномочий у полномоченного по правам ребенка в Нинецком округе Риммы Галушины в связи с избранием депутата. Рассмотрение проекта окружного закона о сохранении региональных льгот пенсионерам. Кроме того, рассмотрен протест прокуратуры округа, касающийся окружного закона, дающего право бесплатного проезда к месту отдыха и обратно. Сегодня эти вопросы депутаты обсудили на заседании предсессионного комитета. Говоря о законопроекте, который направлен на сохранение льгот для пенсионеров в Нинецком округе, стоит отметить, что согласно документу женщины и мужчины будут получать соответствующие региональные льготы так же, как и сейчас, по достижении 50 и 55 лет соответственно. Кроме того, меры соцподдержки будут предоставляться гражданам, которые соответствуют требованиям, предъявлявшимся для досрочного назначения пенсии по старости. Также на комитете рассмотрен протест прокуратуры округа. Речь идет о законопроекте, который дает право северянам бесплатно раз в два года ездить к месту отдыха и обратно. Как отмечает прокуратура, согласно положениям Трудового кодекса, право на бесплатный проезд предоставляется только в пределах территории Российской Федерации. Следовательно, региональный закон необходимо привести в соответствии с федеральным. Администрация Нинецкого округа принят законопроект о выкупе у населения аварийного жилья. Концепция документа подразумевает, что денежные выплаты могут быть направлены на приобретение в собственность готового жилья, либо на приобретение жилья путем долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Право на получение денежных выплат планируется распространить на собственников жилых помещений в аварийных домах, включенных в окружные реестры жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. Организовать разработку альтернативного механизма для ускоренного решения жилищной проблемы глава округа Александр Цибульский поручил профильным ведомствам. Однако, когда документы вынесли на рассмотрение региональной администрации в первый раз, то было предложено его доработать с учетом социальной значимости и необходимости точно просчитать размер выкупной стоимости квадратного метра. Все ранее высказанные замечания и предложения к законопроекту учтены в его обновленном варианте. Так, проект закона дополнен в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в процессе его реализации. Кроме того, документом уточнены положения, касающиеся стоимости квадратного метра, по которой будут выкупаться жилые помещения. Стоимость будет утверждаться с учетом ее ежеквартальных изменений. Документ будет внесен на рассмотрение собрания депутатов. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2019 года. Александр Цибульский поручил разработать комплекс мер по стимулированию рынка труда в Ненецком округе. Соответствующее поручение было озвучено главой региона в ходе заседания администрации при рассмотрении вопроса об увеличении патента для иностранных работников 7 859 рублей до 9 тысяч. По мнению разработчиков законопроекта Департамента здравоохранения труда и соцзащиты НАУ, данная мера способна повысить конкурентоспособность местных жителей на рынке труда. Александр Цибульский посчитал такой подход формальными и поручил руководство Департамента Сергею Сверидову разработать комплекс мер по развитию рынка труда в регионе. Я не сомневаюсь в том, что нам точно надо заниматься тем, чтобы защищать наших местных работников и, соответственно, стимулировать местный рынок труда. Но я считаю, что это решение – это формализм. У нас и так одна из самых высоких стоимостей патента в стране. И мы сейчас можем, конечно, принять решение и считать, что мы таким образом решили, и сейчас мы, значит, все наши работники в труду устроили. Но это не так. Поэтому, Сергей Анатольевич, я предлагаю, если никто не возражает этот вопрос, снять, а вам поручить. Соответственно, к этому вопросу подойти комплексно и разработать нам комплексную программу по стимулированию рынка труда и по защите местных жителей, их интересов при устройстве на работе. В Нинецком округе запустили профориентационный проект для молодежи «Я делаю бизнес». Он направлен на популяризацию предпринимательства в молодежной среде и предполагает посещение школьниками и студентами предприятий малого и среднего бизнеса, где у подрастающего поколения есть возможность изнутри увидеть все производственные и бизнес-процессы. Всего к проекту в этом году планируют подключиться 15 регионов России. На сегодняшний день он стартовал в Саратовской и Ульяновской областях, а также в Нинецком округе. В НАУ до конца года необходимо организовать семь таких туров. Региональный центр развития бизнеса совместно с Департаментом образования, культуры и спорта подготовит программу мероприятий на текущий год, сформирует группы школьников и студентов, а также определит предприятия, которые они посетят. Идея проекта «Я делаю бизнес» была озвучена участниками апгрейд-лаборатории, которая проходила в Минэкономразвитии весной этого года. Необходимость реализации программы предпринимательской профориентации молодежи зафиксирована в проекте паспорта нацпроекта «Малый и средний бизнес» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, которой сейчас готовит Минэкономразвитие. Привлечение органов государственной власти к организации доступности социальных объектов. Такова главная цель двухдневного семинара, организатором которого выступила Нинецкая окружная организация Всероссийского общества инвалидов. В мероприятии приняли участие руководители учреждений, представители власти и уполномоченные по правам человека в Нинецком округе. Мир должен быть доступным. Такое название форуму дали не случайно. Ведь по статистике в стране каждый десятый является инвалидом, а в Архангельской области каждый восьмой. Но не всегда люди могут их видеть. В силу того, что у инвалидов просто нет возможности выйти на улицу. На сегодняшний день не организован и досуг инвалидов. Здесь, к сожалению, мы очень сильно на сегодняшний день проседаем. Потому что нужно признать, что ни одного объекта развлекательной инфраструктуры, либо инфраструктуры оказания услуг, будь то парикмахерские кафе или кинотеатры, к сожалению, у нас таких объектов нет. Государственная программа «Доступная среда» стала работать на территории региона только в 2015 году. После передачи соответствующих полномочий из Архангельской области. На ее реализацию выделено более 83 миллионов рублей. Большая часть средств – федеральные. За три года удалось добиться многого. В том числе обустроить специальными пандусами и кнопками вызова учреждения и организации города. А также приобрести амбулифт для окружного авиапредприятия. Сегодня у нас доступным уже стал и организация, которая предоставляет транспортные услуги. У нас в основном это аэропорт, там приобретен амбулифт, который позволяет сегодня в тех сегодняшних условиях инвалидов привезти погрузку в самолет. Потому что мы знаем, что это были большие проблемы. До этого авиачат проводил обучение специалистов, сотрудников своих, которые физически просто эти коляски поднимали. Сейчас это все автоматизировано, удобно. Виталий Хабаров – активист Ненецкой окружной организации Всероссийского общества инвалидов. Молодой человек занимается вопросами обеспечения доступности социальных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья. По его мнению, не все, что делается в стране для инвалидов, подходит для нашего региона. Например, информативная плитка для слабовидящих. У нас установили тактильную плитку, но лично мое мнение, что в условиях крайней серии тактильная плитка не информативна. По одной простой причине. Зимой, даже если мы очистим ее от снега, на плитке скапливается налив. И, как правило, это препятствует тактильному контакту человека с нарушением зрения и данной плитки. Потому что чувствительность роста совершенно меняется. Поэтому это может существенно человеку отецориентировать. Безопасное перемещение по улицам и возможность беспрепятственно выйти из дома – это еще не все. Как считает уполномоченный по правам человека в Ненецком округе Лариса Свиридова, для инвалидов важно создание не только комфортной окружающей среды, но и психологического сопровождения. И сколько бы мы законов с вами не написали, если психологическая помощь и адаптация человеку не оказана, надо все-таки начинать с этого. И сейчас здесь сидят организации и представители активного большинства общественных организаций, которые именно должны вместе со мной в партнерстве начинать изменять психологию. То есть, если раньше мы понимали в послевоенные годы, что вполне может быть какая-то уже норма, что человек утратил конечности, или он оглох в результате какого-то ранения, или вообще это было какой-то нормой, то сейчас мы понимаем о том, что при современном мире изменилось все, изменились технологии, изменилось восприятие, и в то же время нужно именять психологическую составляющую. В целом участники семинара сошлись во мнении, что в последнее время отношение к людям с ограниченными возможностями изменилось в лучшую сторону. В людях с инвалидностью видят теперь полноправные граждане, ибо не только законодательством запрещена любая дискриминация людей с инвалидностью, но и сознание людей со временем меняется, люди понимают, что человек с ограниченными возможностями здоровья, он ограничен может быть только в какой-то одной своей сфере, в передвижении, в зрении, по слуху, но в остальном он обычный, нормальный человек. У инвалидов очень часто работает так называемая компенсаторная функция, если он плохо ходит, он хорошо соображает, если у него слабые ноги, у него очень сильные руки и так далее. По итогам форума участники обменялись мнениями и определили совместный план работы на ближайшее время. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Еженедельный контроль за эпидситуацией по ОРВИ и ходом вакцинации проводится в Ненинском округе. Это связано с началом эпидсезона. По данным Роспотребнадзора, по НАУ заболеваемость жителей региона острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом остается в настоящее время на неэпидемическом уровне, то есть показатель не превышает пороговые значения. С конца августа ситуация с ОРВИ и гриппом, а также ход иммунизации населения находится на еженедельном контроле Федерального ведомства и окружных медиков. В образовательных учреждениях с санитарными нормами введены утренние фильтры. При этом, по словам эпидемиологов, Роспотребнадзора основной эффективной мерой защиты против гриппа является иммунизация. В настоящее время продолжается проведение сезонной вакцинации населения против гриппа. Уже привито более 5000 человек. В рамках прививочной кампании 2018 года во избежание эпидемии гриппа необходимо привить почти 20 тысяч жителей региона. Следует отметить, что на территории Ненинского округа заболевания гриппом фиксируются очень-очень редко. Это единичные случаи. В основном это идет респираторная инфекция. Но так как их типировать можно только лабораторным методом, то есть все они называются респираторными заболеваниями, а уже диагностика и детализация идет при лабораторном исследовании. Но подход к лечению идет одинаковый. И следует отметить, что при вакцинации, вакцины против гриппа, у нас формируется перекрестный иммунитет. То есть вы вакцинируетесь против гриппа и при этом формируете себе иммунитет не только против гриппозной инфекции, но и против других респираторных вирусных инфекций, таких как риновирусная инфекция, аденовирусная и так далее. Значит, следует отметить, что у нас существует много методов профилактики респираторных заболеваний, но самым эффективным является вакцинация. В 80% случаев формируется довольно стойкий иммунитет, который держится в течение года. Иммунизация населения против гриппа проводится в рамках национального календаря профилактических прививок. На сегодня за счет бюджетных средств в НАУ поступила вакцина против гриппа «Савигрип» и «Гриппол плюс» в количестве 6148 доз. Это 30% от заявки. Лучшие проекты выбирали волонтеры-добровольцы Ненецкого округа. В Наринмаре прошел региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России». В нашем регионе участие в нем приняли 9 человек. Волонтеры Ненецкого округа участвуют в проекте «Доброволец России» уже более пяти лет. В историю конкурса есть победители и призеры всероссийского уровня. В этом году, как отмечают организаторы, проект приобрел наибольший размах – 15 тысяч заявок по всей стране. В Ненецком округе под критерий отбора попали 13 организаций конкурса, допустили 9 из них. В этом году требования поменялись. В этом году у нас почему не очень много заявок, потому что там нужны были проекты, которые уже реализуются, то есть они уже работают. Таких проектов у нас не очень много оказалось. Те, которые мы поддерживали в рамках нашего регионального конкурса волонтерских проектов, еще какие-то. И именно проекты, которые уже реализуются. Личное виртуальное участие в отборочном этапе «Современные средства связи» позволяют заявить о себе волонтерам из самых отдаленных поселков округа. Кто является партнером на территории Усть-Кары? То есть это какие-то другие общественные объединения, учреждения, с кем вы совместно проводите свои мероприятия, замечательные акции и так далее. Каждый представленный проект – это не разовое мероприятие. Конкурс направлен на поддержку и развитие волонтерского движения. Например, участники молодежной организации «Гринхоум», представившие проект «Животное Пустозерска», уже сейчас готовы продолжать начатое, благоустраивать туристическую тропу. Я считаю, что он действительно конкурентоспособный, потому что столько сил, сколько было вложено в него, я еще не видела, чтобы где-либо еще так вкладывались. Сколько было задействовано людей, сколько было задействовано объектов для создания фигур, сколько материалов. Это очень масштабный и, я думаю, конкурентоспособный проект. Семен Пырерко из поселка Красное вместе со своими юными помощниками от 8 до 16 лет реализуют волонтерский проект социальной помощи пожилым людям, проводят и организуют досуговые вечера. Да, мы с конца июня уже ведем этот проект. И довольно успешно мы закупили целую кучу настольных игр, обучили где-то более 10 ребят-волонтеров, которые по первому залу приходят и организовывают такие игры, соревнования, обучают нашу целевую аудиторию. И, короче говоря, веселят. Семен говорит, недостатка в ресурсах нет. Подростки, когда узнают, в чем и зачем необходима их помощь, с радостью подключаются к проекту. Было очень весело играть. У нас были команды, мы соревновались. Даже вроде третье место заняли. В нашем регионе из-за специфики выберут победителей только в пяти номинациях. Все они поедут представлять свое объединение на следующем этапе. Кстати, окончательная победа присуждается не одному, а нескольким волонтерским движениям и подкрепляется сертификатом. Это средство на дальнейшую реализацию проектов. Ольга Русул, Леонид Шишлов, Телеканал «Север». 28 дней будут отдыхать россияне в 2019 году в честь праздников, начиная с Нового года и заканчивая Днем народного единства. Таким образом, каждый работающий россиянин получит по второму полноценному отпуску. Проект постановления правительства, которым закрепляется перенос выходных дней в 2019 году, одобрила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Теперь его должен будет подписать глава Кабинета министров. Новогодние каникулы начнутся уже 30 декабря 2018 года и закончатся 8 января 2019. На работу выйдем 9 января. Выходные дни, субботы и воскресенья 5 и 6 января, будут перенесены на четверг и пятницу 2 и 3 мая, а суббота 23 февраля на пятницу 10 мая. Таким образом, майские каникулы продлятся 9 дней – с 1 мая по 5 мая и с 9 по 12 мая. В интервале между новогодними и майскими каникулами отдохнем 23 и 24 февраля и с 8 и по 10 марта. В июне у нас будет только один день – это 12 число среда, в ноябре – три дня – со 2 по 4 число. Такова была информационная картина к этому часу. Смотрите наши выпуски и оставайтесь в курсе событий. До встречи в эфире. Продолжение следует...